Игорь Бакалов Есть уже немало статей о том, какой же будет жизнь после Минусинска. Но сегодня я бы хотел поговорить не об этом, а о том, как можно понять, попал ли ваш сайт под Минусинск или нет. Собственно, для этого на текущий момент можно выделить два основных метода. Первый метод – это поиск по доменному имени. Замечено, что сайты пострадавшие от Минусинска перестали искаться по имени домена. Перед тем, как перейти к проверке, хочу обратить внимание, что ее крайне желательно выполнять в приватном режиме браузера. Для этого в Google Chrome необходимо нажать Ctrl-Shift-M. Это позволит защититься от кэша. Переходим на Яндекс и выполняем поиск по тем сайтам, которые предположительно пострадали от Минусинска. Я специально подготовил несколько таких сайтов. Это сайт главокна.ру. Видно, что несмотря на то, что мы вводим конкретный домен и хотим получить конкретный сайт, на первом месте его нет. А есть он как раз-таки на второй странице, примерно в районе 15-й позиции. Аналогичным образом сайт электроименник.ру. Он точно так же отсутствует на первой позиции. И в первой десятке выдачи находится точно так же примерно на 15-й позиции. Еще один сайт – вантуру.ру. Он точно так же отсутствует на первой позиции. И находится примерно на 18-м месте. Однако этот метод работает не для всех сайтов. Например, по запросу «холодильник.ру» на первом месте все равно находится сайт «холодильник.ру», хотя известно, что он пострадал от Минусинска. Как это можно определить? Для этого необходимо сравнить выдачу по запросу вида «сайт 1.2». Например, мы ищем главную страницу сайта «холодильник.ру» и сравним ее с каким-то другим заведомо некачественным сайтом. Например, специально для этого видео я нашел такой сайт «макфиш.ру». Этот сайт находится под АДСом, и он выше, чем сайт «холодильник.ру» при сравнении двух доменов. Для примера можно взять сайт, который не пострадал от Минусинска. Например, пусть это будет «wikimart». И видно, что wikimart ищется выше. Хочу заметить то, что вот этот метод сравнения по двум доменам, он не мой. Его предложил участник форума Search Engine Guru Янгл, за что ему отдельное спасибо. Итак, как вы видите, с диагностикой алгоритма Минусинска все достаточно просто. Достаточно задать пару несложных запросов в Яндексе, чтобы понять, находится ли ваш сайт под действиями этого алгоритма или нет. Хочу заметить то, что не все падения, которые произошли в этот последний апдейт, стоит приписывать Минусинску. Многие, с кем мне довелось общаться за последние несколько дней, уверены, что их сайт попал под Минусинску, потому что произошло падение на 3-5 позиций. Хотя при проверке по описанным ранним методам, видно, что их сайты под Минусинску не находятся. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Читайте мой блог. Оставляйте комментарии и нажимайте лайки. С вами был Игорь Бокал. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok